Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 24 марта и я начинаю стрижку своей лобелии. Вот у меня стоят лобелии. Лобелия у меня посеяна была 19 февраля. Вот так вот видите, видно наверно, подписано у меня. То есть сегодня этой лобелии один месяц. Где-то примерно 5-6 дней она всходила. Ну вот какой-то лобелии сегодня месяц, каким-то растишком, каким-то завтра, послезавтра. Разные виды лобелии. Здесь у меня есть каскадная лобелия и есть низкорослая, кустовая такая лобелия. Кустовую пока я не буду стричь. Они немного попозже. Но сейчас вот об этой лобелии, о каскадной. Видно, что она уже, видите, начинает расползаться во все стороны. Выглядит не совсем обрядно. И мало того, что не обрядно. Если мы не проведем стрижку вот этой лобелии, то она цепляется за листики в соседнем горшочке. И, в общем-то, очень сложно расплести эту лобелию. И если мы начнем расплетать, можно даже случайно вырвать корешок, с корешком полностью растение из грунта. Потому что корешки очень мелкие у лобелии на данном этапе. Ну буквально и вообще у лобелии не длинная корневая система, не мощная. Ну а на данном этапе это где-то 2-3 миллиметра всего корневая система у такой лобелии. Поэтому вот я ее и пересаживаю без пикировки. Конечно, в дальнейшем уже заполнится весь горшок корневой системой. Но на ранней стадии корневая очень мелкая у лобелии. Поэтому сегодня я провожу стрижку. Затягивать со стрижкой не нужно, но и слишком рано тоже стричь не нужно. Специально поставила камеру поближе для того, чтобы показать, как я это делаю. И также хочу сказать, что вчера, вот эту лобелию до вчерашнего дня я ничем не подкармливала. Вчера я ее подкормила вот таким вот удобрением. Называется он «Цветочный рай». Это удобрение для цветущих растений. Это от Буйского химического завода. Мы такими удобрениями торгуем, но я ни разу сама их не использовала. Просто знаю, что Буйский химический завод выпускает отличные удобрения. И вот заказываю их. И в этот раз я решила протестировать вот это удобрение. Почему у меня выбор пал именно на это удобрение? Потому что здесь азота 21,6, фосфора 16,2. Калия 43,2. В общем, хорошее такое удобрение. Дело в том, что жидкое удобрение, тут есть инструкция, вы можете почитать, как его развести. Я разводила 15 мл вот этого удобрения на литр воды. 15 мл я брала, набирала шприцом 5-кубовым. 3 5-кубовых шприца. И вот развела на 1,5 литра, на леечку 1,5 литра. И полила. Для чего я провела такой полив? Если у вас нет такого удобрения, можно взять любое удобрение с таким высоким содержанием азота. Для того, чтобы после стрижки у нас активно пошли в рост боковые побеги вот у этой лобелии. Подкормить можно за сутки до стрижки, вот как я сделала в данном случае. Либо через сутки после стрижки. Допустим, сегодня мы провели стрижку нашей лобелии и завтра уже можно будет полить удобрение. Совсем без удобрения проводить стрижку, в общем-то, нежелательно. Вот теперь я показываю, как я это делаю. Я беру какой-то поддончик. У меня вот в частности крышка от контейнера. И что мы должны состричь? Мы должны состричь половину вот этого растения. Но есть тут тоже важный момент. Желательно состригать вот не просто наугад, да, вот на половине стволика вот этого, на половину стебелька, да, состричь. Нет, нужно как можно ближе к листочку. Потому что побеги боковые пойдут из пазух вот этих. Вот так вот мы состригаем. Вот так вот, видите. И не нужно по одному стебельку, как получится, так и получится. Но желательно, вот почему нужно своевременно проводить эту стрижку, чтобы вот не сплетались. Видите, у меня вот уже начали сплетаться. Надо было вот буквально пару дней назад. Это вот у меня сегодня уже такое пошло дело-то, сплетение. И вот так вот мы стараемся состричь. Можно состригать просто наугад. Вот, но желательно все-таки... Вот у меня, видите, у меня эта лобелия потянулась. Лампы высоко стоят. Не стала я их ниже опускать. И лобелия моя потянулась. Вот так вот мы ее. А если лобелия нормальная, если она не потянутая, вот тут можно прям совсем низко. Хотя бы один листочек должен оставаться под стволиком. И тогда у нас будет все замечательно. Ну вот, видите, как буквально за одни сутки. Вот еще вчера утром я смотрела, думаю, нормально еще постоит. Не буду стричь. Ну, видите, как получилось. Сейчас мы ее вот так немножко подправим. И уже вот так сострижем. Так, тут, по-моему, я выдернула с корешочком. Да, вот видите, какие корешочки. Вот чуть рванула и уже выдернула с корешком. Ее можно подсадить. Она, лобелия, очень хорошо приживается. Сейчас я ее вновь помещу в горшочек. Вот так вот оставляем по несколько, по одному хотя бы листику снизу. И все. И наша лобелия будет прекрасно развиваться. Стараемся не дергать. Видите, я чуть-чуть, видимо, дернула. И все, и лобелия уже у меня выдернулась. Так, ну тут вот уже не надо состригать. Так, и вот так вот мы сейчас ее приведем в порядок. И она даст нам боковые побеги. Вот этой лобелии, которая маленькая у меня стоит, вот эта низкоруслая, тоже будем проводить стрижку, но не сейчас. Чуть позднее. Так, чуть позднее, но тоже провожу я всегда стрижку. Вот, вот тут вот удобно очень стричь. Видно эти хорошо листочки. Не такая она еще длинная. Можно еще состричь здесь. Не под самый, конечно, корень состригаем, но провести стрижку нужно. Так. Так, тут есть листочек, можно еще немного укоротить. Вот такие варварские, можно сказать, действия с лобелиями мы совершаем. А если мы вот так оставим ее, то замучает нас она. Будет постоянно цепляться за соседние росточки. Только вот, как я уже говорила, не держите прямо, ровно вот так горшочек. Иначе у вас все вот эти обрезки лягут на растения, упадут на растения, и потом сложно будет снять их. И они засыхают, и такой, во-первых, вид неопрятный, и, во-вторых, она засыхает и не дает расти. Росточком остальным. Вот такая вот процедура. Стрижку я провожу всегда лобелиям. Ничего тут страшного нет. Отрастает она замечательно. Так, здесь есть внизу листочек, можно еще чуть покороче. Вот. Вот такие вот они у нас сейчас красотки. Видите, подровняли. Сделали их более красивыми. Но вот тут вот еще нужно состричь лежачие наши уже побеги, которые легли. Которые уже легли у нас. Так. А вот эту лобелию мы также будем стричь. Ну вот, можно сейчас некоторые листики уже состричь. Так. Не листики, а мы состригаем обязательно со стволиком. Не просто листики, а обязательно с частью стволика. И все будет у нас отлично. Отлично. Ну вот, в общем-то и все. Конечно, после стрижки мы не выставляем на солнце. Но и стараемся в этот день не поливать, чтобы у нас вот эти рамки все хорошо затянулись. Видите, какая она сейчас опрятненькая стала. И через сколько-то дней, через несколько, может, дней через пять, я вам вновь ее покажу. Вот эту лобелию. Сейчас она выглядит на данный момент вот так, моя красотуля. На дни через пять. Посмотрим, как она будет выглядеть в дальнейшем. Я на этом ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...